Без них не будет главного волшебства, ведь каждый человек ждет боя курантов и новых чудес, а без часов это невозможно. Юные зрители с замиранием сердца наблюдают за героями на сцене. Там разыгрался настоящий детектив. Кто-то украл волшебные часы – главный атрибут Нового года. Если их не найти, праздник не наступит. Дед Мороз, Лиса Василиса, Зайчик Степан и другие персонажи вместе со школьниками отправляются на поиски. Не разлей, не разлий, вода мы! Солбодей, солбодей! И оказывается, кто с друзьями! Мюзиклы и музыкальные спектакли ставят не только в больших театрах. В культурно-досуговом центре Подмосковья тоже знают, как удивить маленького зрителя. Конечно, я писал эту сказку в целях обучения. То есть, главные герои, они проходят определенный путь и каждый чему-то учится. Она обучает то, что не нужно лениться, нужно быть смелым, не нужно бояться трудностей. Идти нужно всегда вперед. Благодаря упорству, смелости, главные герои спасают новогодний праздник и возвращают часы. Баба-яга и разбойники встают на путь исправления. У меня очень много добрых поступков. Зайца не съела. Опять же, лису не съела. Часы вернула волшебные. О, ну Новый год люблю. За подарки от Деда Мороза. Я хоть и стара, а подарочки люблю. В Центре культуры Подмосковья новогоднее настроение подарят всем желающим. Андрей Колосов, Олег Степанов, Первый Матищинский.